Что такое японское гостеприимство и как напоить гостей чаем в японском стиле? Тонкости этикета страны восходящего солнца сегодня узнали слушатели семинара госпожи Такимото Кунико, представители Японской ассоциации современного этикета, преподавателя Международного колледжа города Осака, Центр элегантных манер Японии. Семинар проходит в Нижнем Новгороде не случайно, а следующий год объявлен Владимиром Путиным, Годом Японии и России. Участники пресс-конференции, а это представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Департамента внешних связей правительства региона Ольга Гусева, директор японского центра Акихико Сатаке, рассказали, что нижегородцев ждет насыщенная тематическая программа. Это фестиваль японской культуры, мастер-классы, семинары. У желающих будет даже возможность пройти бесплатную стажировку в Японии. А японским журналистам приведут пресс-турпы Нижегородской области в преддверии чемпионата мира по футболу. Напомним, между правительством Нижегородской области и японской префектурой Мияги действует соглашение о сотрудничестве. Япония является давним партнером региона. Несмотря на то, что у нас общий уровень товарооборота не такой большой, покажется, 42 миллиона долларов, тем не менее мы констатируем, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень нашего товарооборота увеличился на 30%. Мы это фиксируем. Хотел бы привести ряд примеров удачного реализации нашего инвестиционного сотрудничества. Как вы знаете, на территории Нижегородской области успешно и давно работает Борский стекольный завод, который в сотрудничестве с Асахи Глаз Кампани уже реализовал инвестиционный проект более чем на 1 миллиард долларов. Есть у нас компания Дайда Метал Русь, которая в этом году уже отметила свое десятилетие. Работа на Нижегородской земле находится эта компания в Заволжье. И общий объем инвестиций за этот период составил более 900 миллионов долларов. Предлагаем провести пресс-тур для японских журналистов в Нижнем. У нас уже есть хороший опыт проведения подобного рода мероприятий. По линии департамента информации и печати Министерства иностранных дел, соответственно, наши коллеги из области, из города нам активно в этом помогали. Вот в преддверии чемпионата мира по футболу мы готовы, так сказать, оказать содействие. В 2020 году у нас в Токио будет Олимпиада. Когда был выбор города, Япония именно поставила акцент на японских гостеприимствах. И мы понимаем, что именно это получило очень высокую оценку Международного комитета. Так что я надеюсь, что сегодня вы получите кое-что интересное и надеюсь на вашу пресс-турную работу.